Всех приветствую, мои дорогие! Собрала косметичку на эту неделю и хочу показать, чем планирую пользоваться. База под тональный крем, выравнивающая от Catrice. Потихонечку она у меня расходуется. Также на этой неделе продолжаю использовать бибикрем от Holika Holika. Его здесь осталось совсем немножко, если вот так сложить. Вот я даже нажимаю, ничего не выходит. Я думаю, видно, что его осталось совсем немножко. И также иногда я использую тональный крем от Evelyn, с пипеткой которой. Консилер от Maybelline Fit Me я доиспользовала и уже с выходных использую консилер от Catrice Camouflage. И посмотрите, сколько его нет. Но я вам показывала, что он как-то пока лежал у меня в запасе, куда-то частично испарился. И почему-то мне кажется, что так долго, как консилер от Maybelline, он мне не прослужит, что его хватит не на такой длительный период. Здесь 5 мл. И у меня он в оттенке 0,10. Сам по себе он мне нравится, но я его под глаза не наношу. Я его наношу на какие-то покраснения, прыщики, на какие-то недостатки. Так, девочки, пудры у меня все те же самые. Первая от Essence из лимитированной коллекции. Тут уже вот видно, начал принт немножко затираться. И вторая пудра у меня от Ferrin в оттенке фарфоровой. И в ней уже такая глубокая ямка появилась. Я думаю, еще чуть-чуть и уже донышко покажется. Так, давайте перейдем к румянам. По-прежнему продолжаю использовать кремовые румяна от Catrice в номере C01. Я их уже достаю с помощью другой кисти. Я думаю, видно, что их там не прям так много осталось. И уже не раз говорила, что я ими довольна. Также взяла румяна от Catrice. Такой вот симпатичный матрасик. Они в номере 0,20. Сейчас у Catrice уже нет таких румян. И здесь можно набирать как по всему периметру, так же вот давайте попробуем наберем. Вот так. То есть у вас получатся разные оттенки. И давайте попробуем, что будет, если вот так набрать. Вот так, если набирать по всему периметру. Ну, я, как правило, как раз по всему и набираю. Набираю на кисть, стряхиваю и потом уже переношу на кожу. Также, девочки, взяла я румяна от Ferien. Легкое прикосновение. Давайте покажу информацию, кому интересно. Они идут в номере 204. Вот такой оттенок. У этих румян коричневый подтон. Смотрю, забыла я, девочки, свою палетку для скульптурирования от Vivienne Sabo приготовить. Ей я тоже продолжаю пользоваться. Давайте посмотрим хайлайтеры. Ну, конечно же, мой кремовый хайлайтер от Essence из лимитированной коллекции. Потихонечку он расходуется. Ну, вот мне прям очень экономичным кажется. Мне кажется, я им давно уже пользуюсь. Также, девочки, я взяла сердечко от Makeup Revolution. С таким названием. Вы знаете, я еще и как тени использую этот оттенок, потому что, ну, прям очень пигментированный этот хайлайтер. Это обычно, если я вечером куда-то иду, прям слегка-слегка наношу. Ну, вот, кстати, как тени, девочки, очень красиво смотрится. Смотрите, какая красота. И, представляете, девочки, я сегодня уронила свой хайлайтер от Estrada. У него сломана крышка, и вроде я его взяла нормально, и как-то вот вышло, что у меня крышка в руках осталась. Он у меня упал, и, к сожалению, частично он просыпался на пол. С пола я уже, конечно, не стала собирать. И вот, видите, я его еще хорошо не спрессовала. Я, конечно, немножко расстроилась. Я думаю, вы помните, что я вам его показывала в видео о косметике затертой Дады, что у меня здесь уже было такое хорошее донышко. Но так как мне этот хайлайтер нравится, то, конечно, мне жалко, что часть продукта, получается, ушла в никуда. Я им пользуюсь. К нему у меня рука всегда тянется. Мне этот оттенок очень нравится. Так, девочки, он в номере 304. Не смогу теперь переворачивать, показывать. Вот такой оттенок. Вы знаете, как-то это все так произошло. Я даже не могу понять, как он у меня вот из рук выскочил. Так, давайте я сотру свотчи. И, как я уже сказала, как скульптор у меня палетка от Vivienne Sabo. Также я там один оттенок, как тени использую, уже не раз говорила. И на эту неделю я взяла еще один продукт от Essence. Это у нас идет в номере 01. Компактная пудра, бронзирующая. То есть я буду как бронзер использовать. Тоже таких уже у Essence нет. Они сняты с производства. Хочу попробовать. Некоторые оттенки кажутся прям рыжими, но, знаете, когда вот набираешь немного на кисть, стряхиваешь и хорошо растушевываешь, то, как я заметила, на коже некоторые средства смотрятся красиво. Хотя вот иногда смотришь на свотчи, думаешь, что ну такое точно не подойдет. Такой вот оттеночек. Буду пробовать. Девочки, ни для бровей, ни для глаз, для ресниц я опять ничего не приготовила. У меня там абсолютно ничего нового. То есть для бровей я использую либо помадку от L'Oreal, либо какой-либо из карандашей своих. И когда использую карандаш, тогда гель от Essence использую. И туши у меня тоже все те же самые. Черные туши. от Ferin, от Faberlic в оттеночке Haki, от Goche голубая тушь у меня. Продолжаю ими пользоваться. Давайте перейдем к теням. База у меня по-прежнему от Essence. Потихонечку тоже расходуется. Очень я ей довольна. Основную палетку я на эту неделю взяла от Заива. Надеюсь, правильно говорю, потому что меня пару раз поправляли, за что большое спасибо. И я, девочки, думала сначала, что я с Морфи поделаю макияжи, распробую. Но так как мне на Beauty Bay хочется заказать еще одну палетку от этой марки, то я решила все-таки сначала эту палетку взять. Называется она Offline. Здесь у нас 10 оттенков по полтора грамма. Знаете, пока у меня вот окончательное мнение о ней не сложилось. То есть я ее недолго использую. Что мне точно, девочки, понравилось, что эта палетка, самостоятельная, на мой взгляд. То есть вы с ней можете сделать макияж, не прибегая к какой-либо другой палетке. Я извиняюсь, если я иногда в нос говорю, у меня аллергия на что-то. И почему-то нос закладывает. Так, нужно, не сотру. Хотела сказать, свочно отстереть. Здесь, как вы видите, есть и оттенок, который можно складку века проработать. И оттенок, которым можно зафиксировать базу под тени. И если вы будете использовать верхний ряд, вы можете сделать макияж из серии на каждый день. И есть также оттенки для какого-то яркого акцента или яркого макияжа. Знаете, вот я пока не так много с ней макияжа сделала. я заметила, что какие-то оттенки при наборе и переносе не пылят, а какие-то оттенки пылят. Также мне показалось, девочки, что матовые оттенки отлично пигментированы, отлично растушевываются. Но вот что касается девочки шиммерных оттенков, то тут у меня сложилось неоднозначное мнение. я вот эти два оттенка использовала. Во-первых, у меня оба эти оттенки и этот и этот оттенок при переносе на веко осыпались. Также мне показалось, что они как-то не то, что пятнами ложатся, но надо несколько раз на веко их нанести, наслоить немножко для яркости. И вот знаете, бывают тени вы прям вот кистью по веку проводите и количество теней на кисти достаточно, чтобы равномерно как-то раз и все веко прокрасить. А здесь такое ощущение, что тени как бы не растягиваются, что вот я нанесла на часть века, а вот чтобы мне на вторую часть нанести, уже как-то немножко неравномерно ложится, как будто тени на кисти закончились и мне их не хватило. То есть пока какое-то такое впечатление. Также мне показалось, что для того, чтобы яркие оттеночки красиво так вот равномерно, более ярко легли на веко, лучше наносить их пальцем. Я еще не пробовала влажной кистью наносить, но вот если выбирать между сухой кистью и пальцем, то мне показалось, что ярче, равномернее и однороднее они все-таки передаются именно пальцем. Но я говорю вам про эти оттенки, потому что я их использовала. Этот оттенок кажется ярким на первый взгляд. Давайте попробуем немножко. Но я его пробовала наносить в складку века. Мне сначала, когда я только его начала переносить, показался он прям очень пигментированным. Я еще подумала, придется, наверное, макияж переделать. Но он отлично просто растушевался в такую как легкую дымку. Я осталась девочке этим довольна. То есть я не могу сказать, что вот вы знаете, у меня прям какой-то вау-восторг от этой палетки, но при этом она мне все равно показалась хорошей. Я еще ни разу не пожалела, что я ее заказала. И пока мне нравится цветовая гамма, мне нравится, что здесь есть все оттенки, что мне не надо куда-то лезть, доставать какие-то дополнительные тени. И мне нравится, какой получается макияж. Так она может показаться яркой, но если вы сухой кистью будете эти яркие оттенки переносить, на мой взгляд, это не вырви глаз макияж получается, наверное, более такой спокойный. Ну, конечно, я еще буду делать макияжи, потому что по двум-трем макияжам сложно какое-то окончательное мнение сложить. Если мне, девочки, надоест все-таки эта цветовая гамма, захочется чего-то другого, то я взяла палетку от Essence. Не знаю, лимитка это была или нет, мне кажется, я ее рублей за сто приобретала когда-то на Beauty Home в номере 01. Такая здесь цветовая гамма. У этих теней достаточно немаленький расход, потому что они достаточно рыхлые, как мне кажется, немного слабо спрессованы. При наборе и переносе они осыпаются, но при этом с помощью этой палетки тоже можно сделать неплохой макияж. То есть, вы знаете, они какие-то рыхловатые и при этом как немного суховатые, я бы так сказала. Бывает среди недели, захочется мне с синими, с голубыми оттенками например макияж сделать. С этой палеткой тоже можно сделать полноценный макияж. Единственное, я еще беру белый матовый оттенок тогда из других палеток для того, чтобы зафиксировать базу под тени. Так, я сделала неправильно, вот, четыре оттеночка, вот, и еще один. То есть, тоже такой макияж, не прям вырви глаз получается, но все равно, как я уже сказала, макияж сделать можно. и двух палеток мне, девочки, показалось мало, и я решила еще, как дополнительную палетку, взять лимитку от Catrice в номере C01, и здесь оттенки, которые я в основном использую как топеры. Давайте покажу. Такая у них немножко какая-то кремово-сухая текстура. Они кажутся по сводчим достаточно пигментированными, но на самом деле при переносе на веко это, наверное, больше как какое-то сияние, какие-то блесточки, и зачастую я их наношу на какой-либо из оттенков, чтобы макияж как-то более красиво наверно смотрелся. Ну, хочется иногда чего-то добавить в макияж. Если этот оттенок я еще могу на все веко нанести, то вот эти три оттенка тоже либо наслаиваю на все веко, чтобы не просто какие-то блесточки были, а как красивый такой цвет, либо наношу как топеры на какой-либо другой оттенок. Ну, конечно, девочки, как я уже не раз говорила, периодически использую тени, которые я вам показывала в тенях затертых до дыр, все равно у меня к ним рука тянется. Я могу всю неделю пользоваться этими палетками, но вот знаете, среди недели в какой-то из дней, вот, например, понимаю, что хочется мне взять палетку из теней затертых до дыр какую-то и тогда я могу прям полностью макияж с этой палеткой делать. И теперь давайте уже перейдем к губам. Выбрала я помаду от Римоль в номере 200. Ну, какие-то помады у меня опять в сумочку пошли, поэтому в сумочке лежат, использую. Смотрите, девочки, какой красивый оттенок. помада от Maybelline в номере 535. Никогда не знаешь среди недели к какому именно оттенку рука потянется. Тоже смотрите, какая красота. И я уже не раз говорила, что мне эти помады нравятся. На мой взгляд, они такие увлажняющие, беспроблемные. Помада от Avon. Не знаю, название будет ли видно. Вот, вроде видно. У нее очень такой приятный аромат, на мой взгляд. Ну, немного капризная. Вернее, наносится она хорошо, но у меня почему-то долго не держится. Иногда как-то скатываться как будто начинает. Ну, то есть смотришь и как будто немножко неравномерно нанесла. Я ее обычно если куда-то иду ненадолго, тогда наношу. так в целом помада комфортная. Помада от Ferien в номере 87 в таком красивом футлярчике с не менее красивым оттенком. Смотрите, какая красота. помада от Beauty Kea, которую мне Анечка дарила. Она у нас в номере 204. Совсем немножко ее тут осталось. Вот мне кажется, она совсем с летом ассоциируется. Хотя я такие оттенки круглый год могу носить. Также девочки взяла свои добивашки, решила, что если я их не буду брать, я их никогда не использую. Первый у нас по-моему это Belor дизайн в номере 60. К тому же я вам уже показывала, что они растаяли, сломались. Ну, конечно же, мне хочется их использовать. Но здесь оттенок тоже красивый. Смотрите, какая красота. Мне такие оттенки идут. Я извиняюсь, если вы какой-то шум слышите. У меня дети дома играют и поэтому могут шуметь. Также девочки помада Vivienne Sabo в номере 702. Также девочки растаяла и ломается, поэтому, конечно, хотелось бы ее тоже доиспользовать. Ну, я вообще не вижу особого смысла, ну, к примеру, держать 20 помад, где вот вот так по чуть-чуть будет. По мне, вот, знаете, лучше уже использовать и переключиться на что-то другое. Ну, я считаю, пока рука тянется, надо пользоваться. Кто знает, может мне завтра, образно говоря, захочется совсем другие оттенки использовать. Взяла блеск от Vivienne Sabo из серии 3D в номере 44. Как вы видите, здесь уже у нас аппликатор. У некоторых блесков из этой серии кисточка идет. Кисточка мне больше в этой серии нравится. И я не знаю, как решают, у какого аппликатор сделать, а у какого кисточку сделать. Блеск от Estrada в номере 303, который мне Леночка дарила. Скажите, какой тоже красивый оттенок. Мне кажется, если бы продукция этой марки везде продавалась, ну, например, в Magnit Косметик, в Улыбке Радуги еще в каких-то магазинах, то люди с удовольствием покупали бы. А распробовав эту косметику, покупали бы, думаю, еще и еще раз. Жалко, что мало где продается. И, девочки, взяла еще, не помню, давайте посмотрим, блеск это или жидкая помада. Это жидкая губная помада от Катрис из лимитированной коллекции с таким красивым оформлением. Она идет в номере С04. По-моему, в коллекции были они в четырех оттенках представлены. Вот такая красавица. Ну, конечно, буду еще из сумочек использовать помады. Ну, основное это то, что я вам показала. Давайте еще раз посмотрим. я уже не раз говорила тоже, что стараюсь брать разные оттенки. Сейчас смотрю, нет у меня здесь такого темно-ягодного львинного оттенка. Скорее всего, буду использовать помаду от Estee Lauder, которую мне Анечка тоже дарила. Вот такая красота. И это, девочки, вся моя косметичка, все, что я вам хотела показать. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии и до новых встреч, до новых видео.